Большая экономика данных. Да, спасибо. Ну да, мы с Виталием Геннадьевичем разделились, он поехал в Китай, а я к вам. Поэтому вообще, честно говоря, никто не помнит, но, наверное, Министерство цифр и Министерство транспорта самые близкие министерства вообще, потому что в 2003 году нас даже объединили на несколько месяцев, и было единое Министерство транспорта, связи и информационных технологий. Я к тому, что мы очень в этом смысле комплементарны. Я хочу сказать так, в целом, значит, Дмитрий Николаевич уже сказал в своем вступительном слове, что отрасль транспорта так незаметно-незаметно оказалась в числе лидеров по уровню внедрения цифровых решений, причем почти по всем направлениям. То есть не только в части импортозамещения, но и в части новых передовых разработок. И в этом смысле, конечно, между нашими министерствами происходит очень такая хорошая коллаборация, как мы говорим, потому что Министерство транспорта первым берет все наши новые разработки. Вот мы обсуждаем сейчас электронные перевозочные документы, там мы внедряем госключ. И, в общем, активно поддерживаем введение обязательности перехода бизнеса на обмен документами в электронном виде. Значит, в прошлом году мы запустили индустриальные центры компетенции, призванные, значит, соединить бизнес и разработчиков отраслевых решений. У Министерства транспорта, по-моему, 18 проектов поддержанных. Когда бизнес, причем большая часть проектов, мне кажется, даже без прямой государственной поддержки, компании взяли на себя ответственность развивать и внедрять у себя передовые технологии. И мы видим, что, например, там у нас авиакомпании перешли на российские системы бронирования. Но это реально очень круто. Я думаю, в таком масштабе, за такое короткое время, это вообще прецедентная история. Да, безусловно, как мы говорим, никогда большие внедрения не бывают без каких-то технических сложностей, накладок. Но, в общем, сейчас это уже работающие системы, которые позволили полностью заменить зарубежные системы бронирования. Причем в России у нас две системы, это конкурентный рынок, это тоже очень хорошо. Там система, мы даже обсуждаем, там система обмена сообщениями внутри авиационной отрасли, значит, обсуждаем. Там, вроде, казалось бы, такая простая история, управление багажом, значит, розыск пропавшего багажа, но это очень критичная история для клиентов авиакомпании. Здесь тоже есть российское решение, которое внедряется. На стендах мы видели классные примеры цифровизации логистики. Феска вообще отличный классный кейс, цифровой двойник порта, который позволяет полностью оптимизировать взаимодействие, в том числе бизнеса и контрольных органов, для того, чтобы максимально быстро обеспечить пропуск грузов. Это тоже, я считаю, классный пример, который может стать основой для создания такой национальной платформы. Такая цель у нас стоит вместе с Минтрансом, в общем, за следующие несколько лет запустить большую национальную платформу в сфере логистики, которая позволит всем участникам рынка обеспечить бесшовный обмен. Ну, про беспилотники не буду говорить и на дорогах, и в воздухе. В общем, здесь огромные планы, уже есть, чем можно гордиться. Здесь мы вместе с Минтрансом будем вводить обязательно стандарты инфраструктурные для дорог, автомобильные, когда, в общем, сразу при строительстве и реконструкции дорог будем закладывать всю умную инфраструктуру, чтобы, так сказать, все новые дороги были сразу умными, интеллектуальными и могли поддерживать работу в таком режиме. Ну, и вместе с Минтрансом мы идем по пути платформизации. То есть понятно, что это сейчас такой последний тренд, у нас это называется государственная платформа гостех, для того, чтобы обеспечить выравнивание ситуации внутри региональных органов власти, муниципальных органов власти, перевозчиков, которые работают с государством, пассажирские перевозки, там, не знаю, утилизация мусора, там, скорая помощь. Вот в этом смысле мы вместе с Минтрансом будем строить большую платформу, которая позволит нам обеспечить облачные сервисы для всех участников, которые работают в регулируемом государственном сегменте. Поэтому хочу, я такого представительного набора участников на сцене не видел, поэтому, значит, это тоже, наверное, и вообще форум, это очень хорошая прецедентная история, потому что, наверное, у нас ни в одной отрасли не было такого глубокого погружения, дип-дайв, как мы говорим, значит, в процессе цифровизации конкретно отраслевых предприятий. Поэтому я думаю, что это очень хорошая практика, давайте ее сделаем обязательно регулярной. Вот, я с своей стороны обещаю каждый раз приходить. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое. Максон Тагаревич, а вы не могли бы перевести то же самое, что вы сейчас сказали, с отраслевого на пользовательский язык? Что получат автомобилисты, пассажиры от всех тех новаций, о которых речь? Ну, мне кажется, что главная мобильность, комфорт, ну, то есть как для пассажиров, так и для, значит, тех, кто ездит, вот, и снижение рутины и безопасность. Вот, мне кажется, таких четыре главных принципа, вот, они у нас, кстати, вот, как приоритетные принципы были заложены в основу вот проекта программы «Национальная экономика данных», собственно, поэтому мы все, что делаем, исходим из того, что должны быстрее перемещаться, комфортнее перемещаться, безопасность должна быть лучше, ну, и, собственно, должно для бизнеса быть экономически эффективно, значит, все процессы внутри отрасли. Поэтому вот, исходя из этих четырех принципов, мы строим нашу работу. Дешевые билеты – это хорошо, это мы любим. Коллеги, и я пользуюсь возможностью, я не могу не сказать, потому что Минцифры в этом году первый раз, значит, провело национальный чемпионат по битве роботов, значит, это такая классная штука, кто, значит, не знает, посмотрите, в ВК есть соответствующий там паблик «Битва роботов», значит, там миллионы просмотров. Вот у нас в субботу был финал, значит, первое место знала команда из Китая, вторая из Индии, а на третьем месте команда из Российского университета транспорта. Поэтому называется «Турбо-мехатроники», это очень классная команда, их робот «Путевой-23», в общем, прошел горнило всех принудочных отборов и, в общем, очень достойно выглядел на фоне достаточно продвинутых наших международных участников. Так что поздравляю команду университета. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!